Всем привет! Дядя Тюр дает прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги Европы Леон Брандбю. В матче первого тура Леон взял важные три очка в Шотландии, сделав тем самым весовную заявку на выход в плей-офф. Игра была примерно равная, но за гостей была удача. В середине первого тайма очень редкий по точности удар получился Оекамби, который метров с 25 точно уложил мяч в самый угол ворот. А в тайме втором защитник-хозяев вынес мяч из пустых ворот, но тот угодил в тавернье и отскочил снова за линию ворот. Брандбю выглядел неважно в домашней игре против Спарты. Гости действовали острее в атаке, но отлично играл братар Датчан, который в концовке матча остановил мяч на линии ворот после удара головой во время подачи углового. После матча первого тура Леон в сложном матче проиграл 1-2 ПСЖ, обыграл Труа 3-1 и сыграл 1-1 Слорьяна. Брандбю проиграл Сенереюску 0-1 и разрымил Аллерет 8-1. У Леона идет серия с трех матчей на обе забьют, да, Брандбю перед 1-8 с Аллеретом отыграл 4 низовых матча. Если отталкиваться от увиденного в первом туре, конечно же французы идут безоговорочными фаворитами. Однако не будем забывать, что удача была на стороне ткачей в первом тайме, но с другой стороны они ее вполне заслужили своей игрой. Брандбю отыграл надежно в обороне и невнятно в атаке. Чехи выглядели хозяевами на поле и скорее всего Леон будет доминировать в предстоящей игре. Но уж больно малый коэффициент дали на победу хозяев. Хотя дома Леон играет очень уверенно, поэтому здесь можно ожидать что-то в районе около 2-0. Забьют ли здесь датчане вопрос, но и пропустить много они должны бы. Не совсем понятно, почему буки дали высокую планку на тотал больше-меньше. Из связки тотал меньше 3,5, обе забьют нет, победа хозяев с фурой минус 1,5. Самый высокий коэффициент стоит на победу хозяев с фурой минус 1,5, 1,76. На обе забьют нет 1,75, на тотал меньше 3,5, 1,65. Казалось бы, что ожидаемый здесь вариант это уверенная победа хозяев, то есть победа хозяев с фурой минус 1,5 за 1,76. Однако совсем не факт, что датчане загнутся на 2 мяча, а коэффициент на чистую победу Леона стоит небольшой. Поэтому здесь как бы более надежно смотрится вариант тотал меньше 3,5. На руль доходного варианта здесь можно взять вариант обе забьют да за аномально высокие 2,08. Но поскольку на голд бренд бьют дают не намного ниже коэффициента 1,94, вполне резонно ограничиться этой опцией, пусть на руль доходного варианта такой коэффициент явно не дотягивает. Но он вполне реален. Как альтернативу можно даже рассмотреть х2 за куда более высокий коэффициент 4,35. При удачном стечении обстоятельств бренд бью запросто здесь можно отмахаться на 0,0. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.